Для меня ценно оставить после себя более значимый след, чем просто остывшее кресло какое-то там. Ну, видимо, то, чем я занимаюсь, отчасти передача знаний, изменение других жизней, потому что у меня на сегодняшний день сложился достаточный опыт, примеров даже могу сказать, перечислить даже, многие помню, когда мои лекции, мои занятия меняли жизнь к лучшему тем, что люди находили ту работу, которую хотели, переезжали в другие страны, которые давно мечтали переехать, или получилась такая возможность, и они рады этой возможности. Этого ничего бы не было, если бы не та лекция или мое внимание к какому-то из студентов, который имел огонь в глазах, и ему нужно было просто помочь. Субтитры сделал DimaTorzok Всегда советую всем своим ребятам выходить из вот этого вакуума, в котором все-таки мы живем, в городе и вообще в коллективе, или еще как-то, у нас всегда присутствует какой-то определенный вакуум. Есть понятие T-shaped skills у людей, вот, тем больше их вот эта планочка букве Т, тем лучше сам специалист. Наша цель сегодняшнего вакшопа, грубо говоря, заточить ваши какие-то первичные восприятия, входящие информацией в правильном ключе. Реакции не могут быть одинаковыми, главное, чтобы равнодушных не было. Бритв – это опросник, либо в виде какого-то заготовленного перечня, либо это формат интервью. Та персона, которая его заполняет, должна являться принимающей решением. Если этого не будет, то будут проблемы. Первые опросники, там, некоторые отвечали, вообще, ой, зачем так сложно, ой, они проставили, где можно бросать, нажали, отправить, и такие, все. И в чатике написали, да, все хорошо. И ты сидишь и не знаешь, что делать. Вопрос должен быть о каких-то визуальных предпочтениях, его вообще видении. Ну, как он и себе это представляет? Какими-то любыми доступными примерами, отсылами, описаниями. Вот как он и себе это видит? То есть, объект вот так. Кнопочка, кнопочка маленькая, текст большой. Именно дизайнер, то есть, определяет то, как это будет. Следовательно, если дизайнер не получит объективного польза информационных средств, того всего, точное понимание, включая бизнес-цели, то, по большому счету, ну, сложно тут что-то придумать, когда-то. Субтитры создавал DimaTorzok Я всегда всем и своим ребятам рассказываю, что главный скилл дизайнера – это его кругозор. Очень важный аспект, что дизайн – это и без слова. И, следовательно, дизайн правильно можно оценить, только понимая контекст задачи. У нас такие действия бывали, что референсов нет. Все наши референсы, которые мы для себя находили, я имею в виду это слова клиента сейчас, это он перечисление делает – это то-то, 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 то-то. То есть, это уже что-то было. Самое главное, чтобы все было четвертенько, по-разному, и это реально помогает. Еще из таких вот простых практических советов показывайте брифы коллегам и спрашивайте их мнение, как они увидели эту ситуацию, как они поняли эту контексту. Если результат взаимодействия со студентом или с заказчиком привел к новому положительному опыту, и это вывело его на новый уровень качества, я считаю, что я выполнил свою задачу. То есть, я для себя считаю личной суперзадачей всегда, суперцелью. Придает силу именно вот это стремление какое-то что-то делать дальше и восстанавливает силы, ну, конечно же, семья, близкие люди, дом, свежий воздух. А вообще, я хотел в старости плавать по Индийскому океану на яхте, пить просека и периодически брать внуков на каникулы.